21 июня 1941 года. Создание Южного фронта. Интерес к теме создания Южного фронта. 21 июня 1941 года в 18.27 в кабинет Сталина вошел первый посетитель В.М. Молотов. В 19.05 началось первое совещание, на котором был подготовлен черновик постановления о создании Южного фронта, о назначении лиц, которым было поручено общее руководство Юго-Западным, ЮСП, Южиным, ЮЭФ, фронтами, Северным фронтом, о назначении Эльзе. Михлис и начальником Главного управления политической пропаганды Красной армии, ГУПП ЭК. В некоторых статьях это событие напрямую связывается с ожиданием начала войны с Германией 22 июня 1941 года руководством нашей страны К, а также с подготовкой вооруженных сил СССР к отражению нападения именно на рассвете 22 июня. Близость дат подготовки черновика и начала войны вроде бы должны свидетельствовать об этом. В книге Чталин. Тайный сценарий начала войны и назначения Михлиса также однозначно связаны с ожиданием войны, завтра война. И вот сегодня, 21 июня, ранним утром, нарочно из Кремля привез Льву Михлису новое назначение. В преддверии внезапного нападения, Сталин возвращает своего подручного на пост начальника ГУППК. С этим трудно поспорить, так как черновик постановления готовится 21 июня с 19.5 до 20.15, а через 35 минут в том же кабинете собирается совещание, на котором пишется черновик общеизвестной директивы номер 1. Появилась точка зрения, что данную директиву следует называть директивой без номера. Это несколько странно, поскольку следующая директива имеет вполне определенный номер 2. Следовательно, предыдущая директива должна иметь номер 1. Именно так ее называли в советской истории. Ведь никому в голову не приходит называть первый лист в документе или в книге листом без номера. В начале года в интернете вновь проявляется интерес к теме создания ЮЭФ, которая была связана с размещением документов, посвященных оперативному отделу ВЧ-1080. ВЧ-1080 это штаб ЮЭФ, который был выделен из-за штаба Московского военного округа, МВО. Ниже приведен один из указанных документов. Может показаться, что представленный документ подчеркивает связь следующих событий. Ожидание начала войны 22 июня, организация штаба ЮЭФ и вторжение немецких войск. Такие рассуждения ставит под сомнение воспоминания участников войны. Например, командующего войсками МВО генерала Тюленева, который указывает, что узнал о создании штаба ЮЭФ только утром 22 июня. Получается, что генерал Тюленев сознательно умалчивает или искажает события накануне войны, а там, где выявляются такие искажения, можно начинать искать второе дно в событиях. Появляются версии, которые могут исказить реальные события. Странно только, что генералу Тюленеву не верят в этом высказывании, но верят в другое высказывание о развертывании частей ПВО 21 июня. Хотя именно второе высказывание опровергается другими воспоминаниями и документами. Получается, что для создания версии достаточно выбрать нужные воспоминания, а о других просто не писать. При этом даже не нужно перепроверять мемуары. Если ветеран напутал, то пусть опровергают критики. В статье будут представлены воспоминания ветеранов войны, документы и рассуждения автора, которые утверждают, что черновик постановления, подготовленный до 20, 15 и 21 июня, не связан с ожиданием войны руководством страны К на рассвете 22 июня. Если это так, то на первом совещании у Сталина 21 июня рассматривается неактуальный вопрос накануне войны. Этот вопрос никак не связан с мероприятиями по подготовке войск западных приграничных округов к отражению нападения через 8,5 часов. Не связан он и с оперативным оповещением войск западных округов о начале войны. Всем же ясно, что штаб УФ не может оказаться 23 июня уже у границы. Но если на первом совещании рассматривается неактуальный вопрос накануне начала войны, то, может быть, войну и не ожидают. Те из читателей, которые согласятся с моей версией, лишний раз убедятся в правильности соображений, высказанных автором Виктории в цикле «Неожиданная война Гитлеровской Германии и СССР». Далее по тексту цикл. Лучше знакомиться с циклом начиная с 11 части, часть 11, и 12 часть. В конце 26 части имеются ссылки на все последующие части. Ссылка. Для удобства ознакомления с материалом я постараюсь использовать стиль изложения, принятый автором цикла. Первый посетитель вошел к Сталину только в 18.27. До этого времени высшее руководство как Сталину не приходило. Нет и никакой информации и о их звонках Сталину. Неужели накануне войны Сталин ничем актуальным не занимался до вечера 21 июня? Занимался. В Москве шли интенсивные попытки переговоров с германским правительством. Об этом периоде практически нет информации. В.М. Молотов говорил, что до встречи с немецким послом он должен был по телефону об этом советоваться со Сталином. Взгляд со стороны посольства в Берлине. Предлагаю вам взглянуть на события, происходящие в Москве, со стороны посольства в Берлине. В своих воспоминаниях переводчик В.М. Бережков пишет, 21 июня. Посольство получило предписание сделать германскому правительству еще одно заявление, в котором предлагалось обсудить состояние советско-германских отношений. Советское правительство давало понять германскому правительству, что ему известно о концентрации немецких войск на советской границе и что военная авантюра может иметь опасные последствия. Но содержание этой депеши говорило и о другом. В Москве еще надеялись на возможность предотвратить конфликт и были готовы вести переговоры по поводу создавшейся ситуации. Мне поручили условиться о встрече представителей посольства с Риббентропом. В.М. Бережкову не удалось связаться ни с Риббентропом, ни с его заместителем. Дежурный по МИДу не мог ему помочь. Из Москвы звонят несколько раз и торопятся встречей. Вероятно, звонивший докладывает ситуацию Молотову, а тут в свою очередь Сталину. К 7 вечера, 20 часов по московскому времени, сотрудники посольства разошлись по домам, так как они не ожидают начала войны на рассвете следующего дня. Бережков продолжает звонить каждые 30 минут в МИД Германии. В.М. Бережков. В Москве в половине 10 вечера. Молотов по поручению советского правительства пригласил к себе германского посла. И сообщил ему содержание советской ноты по поводу многочисленных нарушений границы и германскими самолетами. После этого нарком тщетно пытался побудить посла обсудить с ним состояние советско-германских отношений и выяснить претензии Германии к Советскому Союзу. В частности, перед Шуленбургом был поставлен вопрос, в чем заключается недовольство Германии в отношении СССР, если таковое имеется. Молотов спросил также, чем объясняется усиленное распространение слухов о близкой войне между Германией и СССР, чем объясняется массовый отъезд из Москвы в последние дни сотрудников германского посольства и их жен. В заключение Шуленбургу был задан вопрос о том, чем объясняется отсутствие какого-либо реагирования германского правительства на успокоительное миролюбивое сообщение ТАСС от 14 июня. Никакого вразумительного ответа на эти вопросы Шуленбург не дал. Около часа ночи из Москвы в посольство поступает шифровка, в которой сообщалось содержание беседы наркома иностранных дел с Шуленбургом и перечислялись вопросы, поставленные советской стороной в ходе этой беседы. Советскому послу вновь предлагается незамедлительно встретиться с Риббентропом и поставить перед ним те же вопросы. Однако договориться о встрече также не удастся. Только в трех ночи, по берлинскому времени, советского посла пригласили в МИД. Мы видим, что Сталин, Молотов и, вероятно, другие руководящие работники тщетно пытались как-то прояснить ситуацию и начать переговоры с германским правительством. Хотя бы узнать о претензиях или получить ультиматум. Они еще не знают, что в Берлине уже принято ошибочное решение для Германии – начать войну с СССР. Следует отметить, что германский посол не мог ничего ответить ВМ Молотову по той причине, что краткое содержание меморандума, в котором высказывались претензии к СССР, он узнал несколько позже. Роланд Гатлиб, начальник смены телеграфного бюро МИД Германии, ночью с 21 на 22 июня я был на смене с 21 часа до 7 часов. В эту ночь я получил из бюрога секретаря в стальном футляре телеграмму с пометкой «Государственная тайна». Сверхсрочная ночная. Лично в руки послу. Согласно ей посол в Москве граф Шуленбург должен был немедленно отправиться к министру иностранных дел Молотову и передать ему информацию, содержащуюся в телеграмме. Я не могу вспомнить, употреблялись ли в тексте слова объявлений войны, но вот что навсегда отпечаталось в моей памяти, наш посол должен был в заключение сообщить Молотову, что наши войска в роне утренние часы вошли на территорию Советского Союза. Атмосфера предвоенных событий. Предлагаю вам, читатели, погрузиться в атмосферу предвоенных событий. В цикле приведен подробный анализ разведывательной информации, РИ, которая поступала с осени 1940 по июнь 1941 года. Напомню несколько интересных моментов из данного материала. В начале сентября 1940 года наши разведки отмечали до 90 немецких дивизий, которые могли принять участие в войне с СССР. Эти дивизии дислоцировались на территории Восточной Пруссии, Польши, Словакии и на территории Германии у восточной ее границы. В Румынии немецких войск в то время еще не было. В Рине упоминается и о наличии немецких войск в Венгрии. При обработке Рине некоторые дивизии составлялись из обнаруженных россыпью бригад, полков и батальонов. Другими словами это были расчетные дивизии. К 21 июня 1941 года наши разведки на фронте от Балтийского до Черного моря насчитали до 129 расчетных немецких дивизий, которые могут принять участие в нападении на СССР. По сравнению с сентябрем 1940 года количество дивизий увеличилось на 43%. Это увеличение учитывает появление немецких дивизий в приграничных районах на территории Венгрии и Румынии. Если рассмотреть только ту территорию, которая рассматривалась на сентябрь 1940 года, то количество дивизий увеличилось всего на 20%. Обратите внимание на это число. За 10,5 месяцев количество дивизий против войск Прибово, Запова и Частникова возросло всего на 20%. По данным разведки, значительная часть указанных войск находилась на расстоянии от 20-30 до 1280 километров от границы. Некоторые из дивизий, которые в соответствии с РИ предназначались для нападения на СССР, дислоцировались даже на расстоянии от 280 до 424 километров на территории Германии, так же как и в сентябре 1940 года. Об этом подробно рассмотрено в 13 и 16 частях цикла. Там же представлена информация, что разведка погранвойск НКВД еще более завышала количество немецких войск весной 1941 года по сравнению с данными разведуправления Генштаба К. Имеется версия, что советское командование считало, что при войне с Германией будет выставлено до 130 немецких дивизий. Однако не имеется ни одного советского документа, в котором бы говорилось об этом. Во всех доступных документах говорится совершенно иное. Записка Наркома обороны СССР и начальника Генштаба РККА, 18 сентября 1940 года, из указанных выше 243 дивизий до 173 дивизий, будет направлена против наших границ. Позднее, до 8 ноября 1940 года, в записке, подготовленной начальником штаба Кова генералом Пуркаевым, указывается количество немецких войск при их развертывании. Это количество путем простейшего расчета превращаются в 152-166 дивизий. В это количество не входят немецкие войска в Румынии, количество которых в записке оценивается в 25-27 дивизий. Разведсводка номер 1 Разведуправления Генштаба К, 22 июня 1941 года, противник за 22.6 ввел в бой значительные силы. Всего 50-52 дивизии. Однако, это составляет лишь примерно 30% сил противника, сосредоточенных к фронту. 100% от указанного числа дивизий составят от 167 до 173. Следует обратить внимание на фразу «сосредоточенных к фронту», так как по данным разведки часть сил, предназначенных для нападения на СССР, находилась очень далеко от фронта. Вероятно, с учетом их числа общее количество немецких дивизий, предназначенных для нападения на СССР, может также выйти на значение 180 и более. В течение 8 месяцев в документах говорится о числе немецких дивизий, при войне с Германией, значительно больше 129 дивизий, сосредоточенных к 22 июня. До 180 дивизий 21 июня еще не хватает 28% войск. На совещании высшего консостава К в декабре 1940 года в разных докладах говорилось, что при военных действиях в Польше и на Западе немецкие войска использовали от 3 до 5 танковых групп. В записке, подготовленной генералом Пуркаевым в ноябре 1940 года, говорится о наличии в вооруженных силах Германии 8-10 мехкорпусов, термин «мехкорпус» используется в записке. Таким образом, советское командование знало, что использовать танковые и механизированные войска немцы будут в составе танковых групп, объединяющих несколькими корпусов, моторизованных корпусов. Немецкие ударные группировки, предназначенные для нападения на СССР, были сформированы задолго до начала войны. Первая танковая группа, ТГР, создана 16-11-40 граммов. В первую ТГР входили, 3-й МК, сформирован 21 марта 1941 года, 14-й МК, 26 августа 1939 года и 48-й МК, 15 декабря 1940 года. Вторая ТГР создана как группа Гудериана 1 июня 1940 года. 16 ноября 1940 года была переформирована вторую ТГР. Во вторую ТГР входили, 24-й МК, 16 ноября 1940 года, 46-й МК, 25 октября 1940 года и 47-й МК, 14 декабря 1940 года. Третья ТГР создана в ноябре 1940 года. В третью ТГР входили, 39-й МК, начало 1940 года, и 57-й МК, 15 февраля 1941 года. Четвертая ТГР создана в феврале 1941 года. В четвертую ТГР входили, 41-й МК, 24 февраля 1940 года, и 56-й МК, 15 февраля 1941 года. До начала войны и даже несколько позже нашей разведке не удалось вскрыть ни одной немецкой танковой группы, из четырех, ни одного моторизованного корпуса, из десяти, из состава указанных ударных групп. Накануне войны против наших войск разведкой были обнаружены только отдельные разрозненные немецкие танковые части. Против войск прибывала одна полноценная танковая дивизия. Остальные танковые дивизии условно получены из обнаруженных пять танковых полков и девять танковых батальонов. Против войск заповадна танковая дивизия. Четыре танковые дивизии превращены из семи-восьми танковых полков. Имелось риа в возможном нахождении еще двух танковых дивизий на Сувалкинском выступе. Однако за период с 1 по 21 июня разведка не смогла подтвердить или опровергнуть их наличие. Из воспоминаний командира оперативного отдела штаба 5-й армии генерала В. Владимирского также следует, что немецкие танковые соединения не были полностью вскрыты нашей разведкой, состав, нумерация и местоположение соединений противника нашей разведкой были вскрыты не точно и не полностью. Так, перед 5-й армией отмечалось наличие только 15 дивизий противника, в том числе лишь 2 ТД. В действительности же было 21 дивизия, в том числе и 5 ТД. Сосредоточение 1-й ТГР перед 5-й армией вообще не отмечалось. Некоторые авторы не проводят анализ, опубликованный в открытых источниках и оперируют фразами из мемуаров ветеранов войны, которые имеют весьма расплывчатые формулировки. Типичным примером являются воспоминания командира 2-го ковкорпуса генерала П.А. Белова. В субботу 21 июня я зашел в разведотдел штаба округа. Разведотдел располагал такими подробными сведениями, которые были очень близки к действительности. Давайте рассмотрим более подробно, с какой информацией мог ознакомиться генерал Белов в разведотделе штаба округа. Сведения о разведотдела. В записке по планам прикрытия, которую готовили в штабе А2 с мая 1941 года, говорилось, что на территории Румынии имеется 40-45 пехотных и мотодивизий, 4 ковдивизии, 4 горно-стрелковые бригады и 2 танковые дивизии, из них германских 17 пехотных и мотодивизий и 2 танковые дивизии. Эта информация близка к РИ, приведенная в сводке в начале 1941 года, в результате производимых перебросок германские войска на Балканах располагаются примерно следующим образом. В Румынии против СССР в Молдавии и Добруджи находятся 10 ПД, 4 МД, 1 ГСД и 2 ТД. В центральной части Румынии расположены 6 ПД, 2 МД, 2 ТД и 1 авиационная, парашютная, дивизия. Получается, что по данным разведки в Румынии находилось до 28 немецких дивизий, из них 17 в приграничной полосе СССР. Представленные данные хорошо стакуются между собой. В соответствии с информацией разведать дело штаба А2 на 17 июня 1941 года. Против войск округа на участке Липкан-Рене сосредоточено от 31 до 34 дивизий, в том числе до 16 немецких, включая до двух танковых и шести моторизованных дивизий. Информация по количеству немецких дивизий близка к информации, представляемая на конец мая-начало июня 1941 года. Следовательно, никакой другой РИ по состоянию на 17 июня просто не может быть. Фактически же в приграничной полосе имелось всего 9 немецких пехотных дивизий, из них 2 в первом эшелоне. В первой сводке разведуправления Генштаба, на 20.00-22 июня 1941 года, относительно немецких войск в Румынии говорится. Окончание переброски немецких дивизий из Болгарии на румынскую территорию. Всего немецких дивизий в Румынии следует считать 33-35 дивизий. Из них 4 танковые, 11 МД и 1 горно-стрелковая. Появляется значительное количество немецких войск, которые перемещаются через территорию Румынии к нашей границе. В их числе имеются новые, относительно РИ на 17 июня 1941 года, немецкие ударные соединения, 2 танковых и 5 моторизованных дивизий. На 30 июня в соответствии со схемой соотношения сил против войск ЮЭФ числятся 29 румынских и немецких дивизий. Вероятно, это количество приведено без войск 2-го эшелона. На 4 июля числятся 35 дивизий, с учетом РГК в виде 4-х МД, но не учитываются 4-х пехотных дивизий РГК. На 10 июля с учетом резервов 30-34 дивизии. Во всех случаях в схемах не учитываются дивизии 3-го эшелона. В противостоящих войсках Пари находится до 900-960 танков в составе двух танковых дивизий. Фактически же против войск ЮЭФ с 22 июня по 10 июля была сосредоточена всего одна румынская механизированная бригаду, до 60 танков. Видно, что максимальное количество немецко-румынских дивизий 1-го и 2-го эшелонов колеблются в диапазоне 30-34 и практически не отличается от довоенной РИМ на 17 июня 41-го года. При этом не учитываются все румынские дивизии на всей территории Румынии, которых Пари от 5 июня 41-го года имеется около 30-ти. В их число входит всего одна мотопехотная дивизия и одна механизированная бригаду. Остальные моторизованные танковые дивизии в Румынии по данным наших разведок это немецкие войска. Таким образом, ряд разведотделов штабов А-2, впоследствии 9-й армии, ЮЭФ, дезинформировало руководство фронта и генштабов вплоть до начала июля. В действительности против войск А-2, впоследствии войск 9-й и 18-й армии, имелось. На 22 июня 18,5 дивизий в первым и вторым эшелонах, включая 7 немецких. С учетом войск третьего эшелона общее число дивизий достигало 24. К 10 июля общее число дивизий в трех эшелонах составляло около 30. С учетом тенденции к наращиванию группировки противника против войск ЮЭФ, когда-то завышенные данные разведки и реальная их численность должны были приблизиться друг к другу. Немецкие спецслужбы и 11-я армия выполнили свою задачу на начальный период войны – не допустить вклинения советских войск на румынскую территорию, сковать противостоящие войска противника, создав у них видимость наличия крупных сил. Интерес вызывают следующие слова Ивана Христофоровича. С каждым часом становилось очевиднее, что мы имеем дело не с пограничным инцидентом, а с началом тщательно подготовленной войны. Отданы войскам прикрытия. Приказ уничтожить вторгшего сопротивника оказался нереальным. И не только потому, что в приграничной зоне у нас было меньше сил, чем у агрессора, но и потому, что нападение, несмотря на принятые накануне войны и серьезные меры, все же оказалось для нас внезапным. Начальник оперодела штаба ИСФ пишет, что война началась неожиданно. Сосредоточение двух моторизованных корпусов у границы и их ввод в бой также оказалось неожиданным для штаба фронта. Наши же дивизии не были сосредоточены у границы. Немцы били их потом порознь. Рассмотрим сообщение от разведчика НКГБ Седова от 20 июня 41 года, которое должно было поступить к руководству 21 июня, отдельные населенные пункты, упоминаемые в РИ, приведены на рисунки, размещенном выше. В сообщении нет ни одного упоминания о моторизованных или танковых частях, которые частично уже находились в рассматриваемом районе. Указанные части, не говоря уже об объединениях ударных групп, не были обнаружены и другими разведчиками. Это лишний раз подтверждает воспоминания генерала Фихаба Громяна и Авы Владимирского. Кроме того, в сообщении отмечается, что на одном аэродроме на 23.05.20 июня имеется 7 самолетов, 6 легких одномоторных возможно это связные шторх, и один трехмоторный это явно Ю-52, а на втором построенном аэродроме нет аэродромных построек и самолетов. Мы знаем, что значительная часть самолетов перелетела на аэродромы у границы только вечером 21.05 июня и эта информация никак не могла успеть дойти до руководства страны К, даже если бы она была вскрыта. Развед информация. Рассмотрим РИ-разведуправление Генштаба на 23.00 28.06.1941 года. Что вне интересного? Развед сводка. Захваченные в бой документы при разгроме штаба 39 танкового корпуса вскрывают оперативные намерения противника по действиям на нашем Западном фронте. Установлено, что на Веленском направлении действуют три армии противника, на Брестском направлении два армии. Ударная группа три армии в составе 39 ТК, 5 АК, армейского корпуса, вела наступление встык северо-западного и западного фронтов. Причем с утра 25.6 части три армии из района Вильно повернули на Минск для действия по тылам Западного фронта. Только через неделю после начала войны нашей разведке удалось получить достоверную РИА 2 и 3 ТГР, которые в сводке называются армиями. 23.6 штаб 3 армии располагался в лесу 15 км северо-восточнее Сувалки, штаб 5 АК Лос-Дея, штаб 39 ТК Симна, штаб 20 ТД в лесу около Алитус, штаб 7 ТД 2 км западнее Алитус, штаб 20 МД Радзуны. Ударная группа 2 армии в составе 24 и 47 ТК и 12 АК, действующая в направлении Брест-Барайновича-Слуцк имела задачу соединиться с ударной группой 3 армии восточнее Минск. В течение 27-28.6 противник настойчиво продолжал осуществлять эти намерения на указанных направлениях. Юго-Западный фронт документально установлено, что в составе сил против ЮСВ действует 6 армия противника, ранее имевшиеся у нас данные подтверждаются. В боях выявлены следующие части противника, 175 МД действуют в направлении Любомольковель, 75 и 299 ПД и 14 ТД действуют с направления Владимир-Волынский. 9 ПД наступало с направления Белс. Противник в течение 27-28.6 продолжал развивать прорыв направления Дубна-Равно, Дубна-Строк в общем направлении Нашепетовка, силой до 3-х танковых дивизий и 3-х мотополков. В Ре отмечается в отношении 6-й армии, что ранее имевшиеся у нас данные подтверждаются. Тогда получается, что об остальных немецких войсках ранее имевшиеся данные еще, или вообще, не подтверждаются. Из рисунка видно, что кроме 9-й, 75-й и 299-й пехотных дивизий имеются неустановленные нашей разведкой 11-я, 57-я и 297-я пехотные дивизии, действующие в указанном районе. Кроме того, 175-я МД в Вермахте отсутствует. Речь должна идти о 25-й МД 3-го МК. Из 4-х танковых дивизий упоминается только 14-я ТД. Остальные три обезличены. До 3-х танковых дивизий и 3-х мотополков. Из сообщения непонятно, то ли это три обезличенные танковые дивизии, то ли росы поддельных частей. Следует отметить, что по данным перехвата радиоразведкой только к 26 июня было установлено само наличие 1-й ТГР в составе 16-й ТД, 63-й и 79-й МД, об остальных соединениях и моторизованных корпусах информация отсутствовала. Согласитесь, что только из представленных документов видно, что вся довоенная ария размещения на нашей границе немецких танковых войск была неверной. В 13-и и 14-и частях цикла была рассмотрена достаточно подробно различная ария. Приведу только один рисунок из указанных материалов. Обратите внимание на выделенный период фиолетовым цветом. А если война? После второй декады апреля пари количество немецких дивизий у границы возрастает почти наполовину. Давайте рассмотрим фрагмент мемуаров генерала ДД. Людушенко об этом периоде. Весной 1941 года я был занят формированием 21-го мехкорпуса МВО. Примерно за месяц до начала войны, будучи в Гаптука, я спросил начальника, когда прибудут к нам танки. Ведь чувствуем, немцы готовятся. Не волнуйтесь, сказал генерал-лейтенант Ян. Федоренько. По плану, ваш корпус должен быть укомплектован полностью в 1942 году. А если война? УК хватит силы без вашего корпуса. В 20-х числах майя мехкорпус второй очереди, 42 и 46 ТД, 185 МД, не планируется к участию в военных действиях с Германией, несмотря на значительное увеличение немецких войск у границы за месяц. В конце апреля части 21-го МК были выведены в летние лагеря, 42 и 46-я дивизии в районы Идрицы и Апачки соответственно. 185-я МД изначально формировалась в городе Идрица на базе 185-й СД. Планы относительно мехкорпуса в июне месяце меняются. Д. Д. Люлюшенко, 15 июня по плану, разработанному штабом корпуса, командиры дивизий и полков приступили к рекогностировке на Дагавпилском направлении. Карта полковника Вайкова вся была испещрена пометками «Районы сосредоточения», «Будущее рубежи развертывания», «Предполагаемые позиции батарей», «Пути движения». 21 июня меня вызвали для доклада в Генштаб. Поздно ночью я прибыл в Москву и обратился по телефону к дежурному Генштаба. Тот сказал, «Завтра вам надлежит явиться к начальнику оперативного управления Генштаба генерал-лейтенанту Ватутину». 21 июня вызывается в Москву комкорне укомплектованного корпуса, части которого находятся в лагерях в Калининской области и на территории ЛВО. В соединениях корпуса царит мирное настроение. Например, на 22 июня планировалось торжественное открытие летних лагерей 46-й ТД. Начался праздничный концерт, во время которого было получено сообщение о начале войны. Вызов комкора в Москву никак не может помочь нашим войскам на границе при вторжении немецких войск на рассвете 22 июня. Это третье степенное событие по важности, если в НКНО и в Генштабе ожидают войну утром 22 июня. А если не ожидают, то это обычное военное дело. Рассматривается уже переброска мехкорпуса на территорию Прибаву при необходимости. Напомню, что генерал Ватутин 20 июня до вечера также занимается третьеестепенными делами. Работает с генералом ММИ. Казаковым, начальником штаба Среднеазиатского военного округа. Ситуация резко меняется после начала войны. Д. Д. Люлюшенко, в оперативном управлении меня встретили тревожным сообщением. Немецкие войска перешли границу. Офицеры-направленцы быстро докладывали генерал-лейтенанту Л. Ф. Ватутину. На минуту Ватутин обернулся ко мне. Скорее возвращайтесь в корпус. Все указания вам будут посланы директивой. Факт неожиданного нападения. Вы думаете, начальника оперативного управления так сильно озаботила обстановка на границе, а не сам факт начала военных действий? Конечно же, его озаботил сам факт неожиданного нападения. Почему я так думаю? Давайте посмотрим первую оперативную сводку Генштаба на 10.00 22 июня 41 года, Северо-Западный фронт. Т. Наземные войска противника перешли в наступление и ведут удар в двух направлениях основной. Силами 3-4 ПД и 500 танков в направлении «Алита» и обеспечивающий удар. Силами до 3-4 ПД с невыясненной группой танков. Западный фронт. Наземными силами противник развивает удар из района Сувалки в направлении Голынка, Домброва и из района Соколуп вдоль железной дороги на Волковыск. Юго-Западный фронт. В 4.35 после Артагня по району Владимир-Волынск и Любомль-Наземные войска противника перешли границу развивая удар в направлении Владимир-Волынск-Любомли-Крысти-Напаль. В 5.20 в районе Черновце у Карпеште противник также начал наступление. В результате противник занял, по непроверенным данным, Пархачи-Высоцка в районе Радымна до полка конницы противника с танками, действующими в направлении Раворусска-Проникур. На румынском участке наземные войска противника в районе Липкан-Рене пытались форсировать реку Прут, но были отбиты. По непроверенным данным противник в районе Картал высадил десант через Дунай. Противник, упредив наши войска в развертывании, вынудил части К принять бой в процессе занятия исходного положения по плану прикрытия. Используя это преимущество, противнику удалось на отдельных направлениях достичь частного успеха. Что в сводке опасного для К. В Прибалтике немецкие войска наступают двумя усиленными армейскими группами по 3-4 пехотные дивизии. Эти группы усилены танками до 500 штук. 500 танков это паре 2 отдельных танковых полка, 550 танков, или отдельные танковые полки батальон, 408 танков. Не стоит забывать, что паре против войск Прибавой имеется всего одна полноценная танковая дивизия и 5 МД, которые в бой еще не введены. Темп продвижения пехотных частей в разы меньше темпа продвижения танково-механизированных войск. Против войск Запова отмечается всего одна ударная группировка в направлении, на котором и так ожидается удар немецких войск. О танковой группировке в районе города Бреста в сводке нет ни слова. А что может означать один участок, на котором ведется наступление для достаточно большого округа? Только провокация немецких войск или разведка боем. Что-то несущественное происходит и против самого мощного военного округа Кова. Иха. В районе Любомля наступает 1 пехотная дивизия, в направлении Владимир-Волынского 1 пехотная и 1 танковая, а южная, до самой границы 6 армии, еще 2 немецкие пехотные дивизии. Учитывая, что неподалеку границы у нас стояли 4 стрелковые дивизии, положение, естественно, казалось не столь уж угрожающим. Как-то все несерьезно воспринимается и в Генштабе. Если там ожидают войну на рассвете 22 июня, то почему в Генштабе верят таким сводкам, поступающим из округов? И не только поступившим утром, но и дневным сводкам тоже. Если же ожидалась провокация, то все сразу становится понятным не дать повода немецким авантюристам начать войну. Решение о контрударе. Исходя из оперативных сводок, представляемых высшим руководством Ка, правительством принимается решение о контрударе войсками УСП. Отсутствие достоверной Ри, до военных и первого дня войны, в том числе. Об отсутствии у границы крупных механизированных и танковых объединений, привело к неверной оценке информации в Генштабе и принятии губительного решения о контрударе войсками УСП на Люболин. Возможно, руководство Ка решило использовать свою довоенную заготовку. При обсуждении поступившей невыполнимой директивы мнения членов военного совета УСП разделились. В это время прибывает начальник Генштаба, который, разобравшись в обстановке на месте, не стал докладывать Сталину об истинном положении дел на северном фланге фронта. Только на месте начальник Генштаба понял всю серьезность обстановки, а в Москве он этого еще не осознавал. Как он мог торопить командование приграничных округов с выводом войск, если он до прибытия в штаб УСП не понимает всю серьезность начавшихся событий на границе? Это лишнее подтверждение правильности изложения событий в дневнике маршала С.М. Буденова. Сталин сообщил нам, что немцы, не объявляя войны, могут напасть на нас завтра. Тимошенко заявил, что, если немцы нападут, то мы их разобьем на границе, а затем на их территории. Днем и вечером 22 июня он был или уверен в правильности своих действий или же не рискнул признаваться в своей ошибке перед Сталиным, убеждая его в необходимости контрудара на Люблин. А если не рискнул признаваться в ошибке, то, возможно, много было и других его ошибочных разъяснений товарищу Сталину до войны. Может быть, именно поэтому нет ничего правдивого в его мемуарах о событиях 19-22 июня. Точка. Продолжение следует.